МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. Проверка реализации программы комфортной городской среды в Десногорске. Для нас этот проект является ключевым, потому что он в первую очередь направлен на тот запрос, который есть у наших жителей. Всероссийский форум «Территория бизнеса. Территория жизни» прошел в Гагарине Смоленской области. Мероприятие организовано Общероссийской организацией малого и среднего предпринимательства и привлекло как уже успешных представителей бизнеса, так и начинающих предпринимателей. Участники рассказали свои истории успеха, пообщались с банкирами, инвесторами и общественными деятелями. А победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех» наградили золотым домкратом, специальная номинация и символ Гагаринского форума. Лауреаты продолжат борьбу за победу в финале конкурса, который состоится в начале следующего года в Москве. В целом, Гагаринский форум – это новые возможности для смоленского бизнеса, новые возможности для диалога и получения новых ориентиров в деловом развитии. Главным вопросом повестки дня 67-й сессии городского совета ожидаемо стал отчет главы Десногорска о своей деятельности за 2018 год. Как оценили работу Андрея Шубина на своем посту, смотрите далее. Свой отчет глава Десногорска начал в социально-демографической обстановке в городе. Очередной год не удается обеспечить естественный прирост населения. Динамика рождаемости идет на спад. Тем самым наблюдается сокращение общей численности жителей. Также есть иммиграционные процессы. Численность постоянного населения города Десногорска по данным территориального органа статистики ежегодно уменьшается. И на 1 января 2019 года составило 27 358 человек. Уровень безработицы составил 0,63%. Кроме этого, реализуются программы бесплатного общедоступного образования и меры по развитию массового спорта. На базе школ также в течение учебного года работают школьные спортивные секции баскетбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, шахматы, общередическая подготовка. С 2018 года провести досуг в городе можно в отреставрированном киноконцертном зале в Центре культуры и молодежной политики. Реализация этого проекта велась в тесном взаимодействии со Смоленской атомной станцией и Фондом кино. Также за 2018 год было отремонтировано множество дорог общего пользования и обустроены придомовые территории. Работы были проведены благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». План бюджета за 2018 год был выполнен на 99,2%. Было получено 493 млн 161 тыс. рублей. Отмечены также ключевые проблемы муниципального образования, которые требуют всестороннего анализа и решения. Это сокращение численности жителей в связи с изменением демографических факторов, уменьшение количества объектов МСП, изношенность инженерной коммуникации, закрытие автовокзала, принадлежащего ЗАО НП «Автотранс», недостаточность квалифицированных кадров в системе образования и здравоохранения. Главными задачами значится улучшение демографии, привлечение инвестиций, ремонты автомобильных дорог, привлечение молодых специалистов в систему образования и здравоохранения. Кроме этого, укрепление доходной части бюджета и содействие созданию новых рабочих мест. Депутатами городского совета деятельность Андрея Шубина на посту главы Десногорска была признана удовлетворительной. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Минтельхоз возьмет под свой контроль сбор и оборот дикорастущих ягод и грибов. Это решение правительства Российской Федерации и соответствующий проект уже опубликован на портале нормативно-правовых актов. Например, экспортный потенциал одного только грибного рынка оценивается в 2 миллиарда долларов. А несанкционированный сбор грибов, а также и ягод, по мнению Минтельхоза, мешает получить эту прибыль. Так что в скором времени свободно собирать клубнику, лесную ягоду и грибы жителям станет сложнее. Под контроль попадает еще и сбор березового сока, семян, орехов и лекарственных растений. По мнению правительства, дикорастущие растения и так идут на экспорт. Собранные ягоды и грибы жители продают перекупом, которые потом направляют продукт за границу. Возможным способом контроля рынка ягод и грибов станет ввод платных лицензий на их сбор. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой один раз, по вскрытию дверей один раз. За 7 дней в юную дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 615 сообщений, из них 255 ложных. Поступило и отработано 4 просьбы от населения. В России впервые ввели государственные стандарты, а попросту ГОСТ, на организацию похорон. Законом обозначен список требований к похоронным организациям, среди которых программа переподготовки в области похоронных услуг и наличие не менее чем двухлетнего соответствующего опыта. Кроме этого, теперь обратиться к организатору ритуальных услуг можно не только по телефону, но и с помощью мессенджеров и социальных сетей. Также определены правила поведения по ГОСТу. Организатор похорон должен оперативно прибыть к заказчику, выразить соболезнования в связи с утратой, а далее сопровождать на всех этапах подготовки печального события. Подобный ГОСТ ввели из-за криминализации рынка похоронных услуг. Нередкая жесткая конкуренция среди похоронных бюро оканчивается стрельбой и поджогами. Заработает закон с 1 ноября 2019 года. Теперь отличить молоко от не совсем молока стало проще. Так, с 1 июля этого года молоко и молочные продукты без заменителей молочного жира стоят отдельно от продукции, в которой используются растительные жиры. А состав молочных продуктов в торговой точке должны указывать прямо в ценнике. Уже используемая аббревиатура БЗМЖ означает, что продукт изготовлен без заменителя молочного жира. А если же на ценнике увидели буквы СЗМЖ, значит технология изготовления другая и в составе заменителя молочного жира. Предполагается, что нововведение поможет покупателю свободнее ориентироваться среди большого множества предлагаемых товаров. Несмотря на то, что закон уже действует, не все смоленские продавцы выполнили предписание проявительства в срок. Товары на прилавках большинства магазинов по-прежнему располагаются в перемешку. Таких продавцов Роспотребнадзор штрафует за несоблюдение требований технического регламента. В Десногорске программа «Комфортная городская среда» действует уже второй год. За это время были приведены в порядок множество придомовых территорий. С инспекцией проделанных работ прибыл представитель фракции «Единая Россия». Дворовые территории в большинстве городов и муниципалитетов планировались в советские годы прошлого века. Сегодня архитектурные решения и компоновка жилых пространств уже совершенно не отвечают требованиям времени. Решить эту проблему призвана федеральная программа «Комфортная городская среда». Это инфраструктурный проект реальных дел и изменений, которые хорошо заметны жителям населенного пункта. Как реализуются программы проектов в Десногорске приехал посмотреть депутат Государственной Думы и член фракции «Единой России» Артем Туров. Совместно с главой муниципального образования города Десногорск Андреем Шубиным и представителями коммунальных служб были проинспектированы несколько городских дворов и общественных площадок. В Десногорске программа «Комфортная городская среда» действует уже второй год. За это время были приведены в порядок несколько придомовых и общественных территорий, в которых работы по благоустройству уже были выполнены. Это жилые дворы многоквартирных домов во втором и четвертом микрорайонах и парковая зона второго микрорайона. Также территории, где строительные работы ведутся на сегодняшний день, это первый микрорайон «Дом 1» и седьмой микрорайон «Дома 1» и «Дома 2». Кроме этого, в этом году будут выполнены работы по благоустройству двора в третьем микрорайоне, дома номер 2 и 3. Большинство работ проводится силами коммунальных служб города. Это САЭС-сервис, МУПККП и службы благоустройства. Также придомовые территории были дополнены малыми городскими формами, газонным ограждением, лавочками и урнами. На данный момент приведены в порядок уже значительное количество дворов. Также были осмотрены городской сквер и знаковый для Десногорска проект «Курган Славы». Это памятник воинам в год установлен вот здесь. Под него уже все закладные, вон детонная, ага, сумма площадка. Воин, бронзовая, 2 метра высотой. Кроме городских территорий было проинспектировано кадровое и техническое обеспечение медико-санитарной части номер 135. Десногорская медсанчасть – единственное многопрофильное медицинское учреждение. Здесь проводят большинство видов медицинских услуг. Несмотря на еще существующие сложности, больнице удается улучшать технику и качество медицинского обслуживания. Делается это в том числе благодаря программе «Бережливая поликлиника». У нас проходит каждый месяц региональной недели, где депутаты Государственной Думы разъезжаются по своим избирательным кургам, смотрят, как реализуются партийные проекты, как реализуются госпрограммы. Для нас очень важно, как развивается именно отрасль здравоохранения. Мы постоянно от фракции партии «День России» эти вопросы обсуждаем и на заседаниях фракции при встрече с профильными министрами, вице-премьерами. Депутат отметил, что федеральная программа «Комфортная городская среда» в городе работает. Он дал хорошую оценку выполненным задачам и отметил положительную тенденцию в развитии Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Покупать или не покупать арбузы в июле? Этим вопросом озадачены многие смоляне. Принято считать, что эта ягода поспевает к концу лета и сейчас ее приобретать крайне опасно. Арбузы привозят в регион не только из жарких стран, но и из южных уголков России. Ягоды, которые поступают на местный рынок, проверяют в специальной лаборатории с помощью профессиональных высокоточных приборов. В ходе исследований оценивают содержание нитратов и вредных веществ. Стоит помнить, что покупать арбузы на автомобильных трассах и в необустроенных торговых точках не рекомендуется, так как они могут быть опасными для здоровья и не иметь документов о проверке качества. Плоды, которые лежат под прямыми солнечными лучами, также должны вызвать у покупателей опасения. И коротко о погоде. 5 июля в Десногорске переменная облачность возможен дождь. При этом порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура днем плюс 18, ночью плюс 11. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин